Добрый день, дорогие друзья! Мы провожаем наше изучение Торры. Недельная глава в Айшлах. И мы с вами читаем, что мы вышли среди моря в пустыню и отвел Маше сам в Израиле от моря в Сув, в пустыню Шур. В общем, Маше поет песню и восславляет Всевышнего и говорит, что уничтожил наших врагов, уничтожил их как солому, погрузились как свинец в могучие воды. Мы об этом с вами говорили. В общем, песня рассказывает еще о том, что устрашились все народы и дрожали цари Эдама и цари Приштим и цари Мава и цари Кнаана. В общем, все народы это слышали и видели. И везде, во всех емкостях вода разошла, что все видели, когда мы проходили море, что происходили в мире. Невероятные чудеса. Что нам известно от этих вождях? Есть ему вождя Эдама. Где у нас вожди Эдама в Торе? Это, как у Якова, есть 12 сыновей, вот 12 колен Израиля, то Исаа во Всевышний не обидел. Он тоже получил. Он тоже от трех своих жен получил те же количество сыновей. То есть мы знаем, что у его жены Ады были вожди, и там написано «Вощ рода Тейман», «Вощ рода Амар», «Вощ рода Цфо», «Вощ рода Кнахс», «Вощ рода Карах», «Вощ рода Гатам», «Вощ рода Амалет». Вот это сыновья Ады. Это вожди Эдама. И есть сыновья второй жены его, которую зовут Басмат. И это они сыновья его сына Риуэля, «Вощ рода Дахат», «Вощ рода Зирах», «Вощ рода Шама» и «Вощ рода Миза». Первых, которые я назвал сыновей Ады, то они все сыновья Элифаза, первенца Исаала. И есть еще сыновья Галевамы его третьей жены, то, что Егудит называет глава Талдота. Так у нее тоже три сына и три вождя. «Вощ рода Иуш», «Вощ рода Лам», «Вощ рода Карах». Это все вожди Эдама. Вот они устрашились. И князей Мавов бросил. Всевышний тоже их называет. И называет, что пять царей Медьяна мы убили. Но они были также и царями Мава. Потому что один из них точно назвал царем Мава. Его зовут Балак. Зовут царей Медьяна и Виликома, Цурхур и Рева. Вот эти вот пятеро царей, это они и Мава, и Медьяна цари, получается. Хотя бы один, как минимум, Балак, это он. И если мы берем царей Плещтим, кого мы знаем? Знаем им Мелыха, царя Плещтим. И к наанейских, мы знаем, что у них был тоже тридцать один царь. То есть их не все, все вожди, все дрожали. Всевышний всех привел в страшное состояние. когда разделилось море, это было что-то невероятное во всем мире. Мимо никто не прошел. Все это услышали и увидели и дрожали. Когда мы проходили, когда проходит народ великий и пишется, естественно, если бы мы так же все вели, как Всевышний говорил, то, конечно, не было бы у нас трудностей. Но тогда, когда мы начинали себя плохо вести, эти все народы нас оставили на место. Воевали с нами, Всевышний не отдавал нас их руки, кроме случая с Амалипом, который мы вчера разбирали. Но было нелегко. Хотя поколение пустыни считается самым праведным из всех поколений, которые жили на земле. Потом интересно, Тура говорит, что эту песню пела Маше, а потом написано, что взяла Мирьям пророчество, пророчица сестра Горона, тимпан в руку свою, и стали женщинами, и восхваляли Всевышнего, в общем, отдельно. И мы из этого видим, что женщины веселятся отдельно. Мужчины отдельно. Так и положено, допустим, если свадьба, что женщины отдельно, мужчины отдельно. Перегород какая-то, так правильно, правильнее всего так. И еще, что мы знаем, что молимся мы отдельно, есть такая злова, называется она Толбот. Написано, что и молился Ицхак, а женеса, она была бесплодна. А потом пишется, толкались близнецы в утром, это за римку пишется, и сказала она, зачем же молилась, пошла попросить Бога. То есть, мудрецы знают, что они молятся с Ицхаком отдельно. Вот. И женщины у нас молятся отдельно. То есть, если это сигналога, то женщина на втором этаже, мужчина на первом, или как минимум разделяющая идет, перегородочка, вот так вот. Тора, если брать такие места, как эти, нам это показывает. Вот так вот. То есть, мы услышали эту песню, мы были окрылены и с полной силой идем в пустыню и что происходит дальше, мы с вами видим. Но нас хватило, конечно, ненадолго. Написано, что мы прошли еще три дня по пустыне и там, и пришли в морок, и как только не стало воды, что мы? Все. Мы как будто это забыли. Когда мы это все слышали, мы написано поверили в Бога и Маше служителя его, а тут как будто забыли. Не можем выдержать испытания. Всевышний говорит, стойте, молчите, молитесь, все. Всевышний сам служает за вас. Вы попросите, он даст воды. Мы нет. Как только малейшая трудность, мы забываем. Забываем сразу, забываем наши слова, которые мы только сказали, что мы поверили в Бога, Маше служить, или его нет. Начинаем требовать свое. из-за из-за этого страдаем. Потом все равно начинаем требовать с Маше, Маше страдает, молится, Всевышний дает все, что мы хотим, а по-хорошему мы не хотим. По-хорошему видно, придет это время, когда мы будем просить по-хорошему. Придет время, что Всевышний уберет наше злое начало, и тогда будет по-другому. Но пока мы должны с ним бороться, но для того и нам предоставлено Всевышний, чтобы мы боролись, зарабатывали себе заповеди, награду. Надо все время себя побеждать. Это самое тяжелое, победить себя. И если мы победим себя, то больше тогда не нужно нам никаких страданий. Победим, не будем грешить, не будет нас страданий, и все у нас будет хорошо. На что мы и надеемся, что мы так будем поступать. Урок был дан за поднятие души Игорь Бен Лев, Берт Абат Исраэль, Павел Бен Ефим, Ксамил Бен Герш, Память Юрия Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Ахум, Владимир Бен Григорий, Ида Бат Яков, Здоровье Светлана Бат Бат Борис Бен Мария, Анна Бат Римков, Полина Бат Соня Сура, Лена Бат Лара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена Эмфим Бен Стер, Двора Бат Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двора, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Моэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен 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 Хана Цепора Бат Цара Ида Бен Хая Вива Ивин Бен Соня Моэ Бат Фаина Алексей Бен Ольга Гая Бат Вад Мазал Барсас Була Ирина Бату Руна Ребен Руна Ребен Двой Рад Низ Бен Ахум Абек Бат Цара Хана Бат Абек Рафаэль Ре Лей Бен Лариса Парна Бюд Блод Блод Крепчайшего Здоровья И пусть Скоро Закончится Страшная Война И до Следующих Встреч Надеюсь Останется Завтра В 10.40 Шалом